Демографическая ситуация в Волгоградской области сегодня остается сложной. Уровень смертности населения превысил рождаемость. Средняя продолжительность жизни не превышает 70 лет. Об этом шла речь на встрече главы региона Андрея Бочарова с врачами, представителями социальной защиты населения, активистами общественных организаций. Местом ее проведения стал Волгоградский областной перинатальный центр. Волгоградский областной перинатальный центр – одно из лучших лечебных учреждений региона. Только с начала года на свет здесь появились почти 1300 малышей. Некоторым удалось сохранить жизнь только благодаря высокой квалификации врачей и современному оборудованию. На базе роддома имеется обучающий центр, где акушеры, реаниматологи и детские врачи могут отработать навыки поведения в сложных ситуациях. А также отделение реанимации. Здесь с помощью кювезов, аппаратов искусственной вентиляции легких и специального мониторинга выхаживают недоношенных деток. В прошлом году через это отделение прошли 500 таких младенцев. По отделению реанимации около 500 моврожденных. За прошлый год 13% много очень преждевременных родов. То есть мы же всех практически на себе. Ну да, поскольку со всей области заберем. Не, ну большой, достаточно большой. Это с чем-то связано. Почему много преждевременных родов вообще у нас или в области? Нездоровые женщины. Профилактика, аборт плохо проводится, к сожалению. Вот, поэтому преждевременных родов много. И это лишь одна из многих причин демографической проблемы в нашем регионе. Разговор о сложной ситуации в области материнства и детства продолжился в конференц-зале перинатального центра. На встречу с Андреем Бочаровым пришли врачи, социальные работники и общественники. Сейчас хвалиться нечего. Мы сегодня находимся по совокупности демографических факторов на 75-м месте, 82-м. Надо понять, выработать, в чем мы в итоге хотим и что нам надо для того, чтобы в этих сложных условиях это прийти в направлении. Я не называю медицинским, но такой большой комплекс мер должен быть принят. Социальные направленности, и медицинские в том числе. Каждый из присутствующих имел возможность высказать свои предложения. К примеру, внимание губернатора обратили на проблему семей с детьми-инвалидами. Таких сегодня в регионе более 7 тысяч. Почти полторы тысячи ребят имеют очень тяжелые диагнозы. Надо поддержать материально родителей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями, настаивают активисты. Общественный совет вместе с Министерством труда и социальной защиты прорабатывал возможность введения такой дополнительной доплаты на уровне Глубоградской области. Была проделана большая работа. Было выделено, что таких детей, по приблизительным данным, у нас полторы тысячи в Болгограде. И было просчитано, что вот этим семьями же квартально можно выделять пять тысяч. Евгений Григорьевич, давайте мой вопрос следующего. Подработайте, пожалуйста. Это расчеты с Дорогеевым, камней. Сколько по расчетам получается средств? Порядка сколько? 30 миллионов. 30 миллионов на полторы тысячи детей, да, у нас? Это тяжелые дети, я правильно понимаю? Да, да. Самый. Самый. Да, самый тяжелый. Улучшение демографической ситуации – это и социальный вопрос. Поэтому на встрече с губернатором поднимали тему доступности жилья для многодетных и молодых семей. Создание новых рабочих мест в области, увеличение числа медработников в отдаленных районах и поселках. Самое главное, надо, на мой взгляд, и об этом я хочу говорить с новым губернатором, поднимать статус этих мамочек, которые воспитывают детей инвалидов. Ведь они действительно героини. И почему есть мать героини, у которой там 10 детей? Почему нельзя сделать такой знак на Волгоградской земле, как мать героини ребенка инвалидов? Первое – это решение проблемы алименщиков, потому что свыше 15 тысяч сегодня у нас отцов, которые не платят алименты. И семьи находятся в тяжелейших условиях, особенно многодетные. То есть папаши как бы хотят доказать мамам, которые развелись с ними, да, фактически нарушают права детей и вот не обеспечивают. Андрей Бочаров выслушал все поступившие в его адрес предложения и дал поручение профильным ведомствам подготовить комплексную программу по улучшению демографической ситуации на территории Волгоградской области. Ольга Макарова, Андрей Гопчук, телекомпания «Ахтуба».